В правилах дорожного движения появился новый термин – опасное вождение. Что в себя включает это понятие и какие наказания предусмотрены, мы узнаем у заместителя начальника управления ГИБДД по Челябинской области Максима Кулешова. Доброе утро, Максим Николаевич. Максим Николаевич, доброе утро. Вот расскажите нам, что же такое опасное вождение, этот термин, что в себя включает? Этот термин такой обширный, он включает в себя систематическое, неоднократное и за короткий промежуток времени несоблюдение ряда требований правил дорожного движения, связанных с невыполнением при перестроении требования уступить дорогу транспортному средству, которое пользуется преимуществом. Это перестроение при интенсивном движении, это препятствование обгону, это несоблюдение бокового интервала, дистанции. Если все эти действия повлекли созданием водителям такой ситуации, когда другие участники движения, при том условии, что они движутся в том же направлении, в той же скоростью, могут попасть в дорожно-транспортное происшествие, при котором пострадают люди, грузы или другой будет причинен материальный ущерб. То есть это именно создание, ну, в простонародье это так называемая агрессивная езда, да, когда от таких агрессивно настроенных участников дорожного движения могут построгать другие люди, и они вынуждены каким-то образом изменять режим своего движения. Ну вот, а как будут фиксироваться такие нарушения? Не очень понятно. Это только видеорегистраторы или какие-то камеры на дорогах? Или больше сотрудников, которые будут стоять и рассматривать? Нет, конечно, в первую очередь это будет фиксироваться видеорегистраторами. Это два направления мы здесь видим. Это скрытое патрулирование наших автомобилей без специальной цветографической окраски, оборудованных видеорегистраторами. И это те сведения, которые мы будем получать от других участников дорожного движения, которые на своих бытовых видеорегистраторах зафиксировали ту или иную ситуацию, и эта запись в конечном итоге будет нам предоставлена. Ну, одна из основных, наверное, предпосылок принятия такого термина, это создание такой атмосферы на дороге, да, чтобы те нарушители, которые ведут себя именно системно, агрессивно, они чувствовали и понимали, что за их действиями кто-то наблюдает, их действия фиксируются и будут приниматься соответствующие затем меры. А мне вот не очень понятно. Я снял на видеорегистратор какое-то видео, где зафиксировал агрессивное вождение другого водителя. Я иду с этим видео в ГИБДД, говорю, вот смотрите, накажите его. Именно так это что ли? Или, допустим, пока его не заденет, он никаких там не должен применять мер? Ну, здесь все зависит от гражданской позиции водителя, да, то есть нередко случаются и дорожно-транспортные происшествия, когда тот виновник, который действительно так себя ведет опасно, агрессивно на дороге, он не является участником, он создал аварийную ситуацию и уехал, да, а из-за его действий кто-то при неудачном маневре выехал с дороги или столкнулся с другим автомобилем. Такие случаи не единичные, и при наличии такой видеозаписи будут устанавливаться водители, кто вот именно явился первоисточником вот этой опасности, и он будет привлекаться затем к ответственности именно за совершение дорожно-транспортного происшествия. Если вы стали просто свидетелем такой ситуации, это не повлекло аварию, но, возможно, повлекло, как мы здесь говорим, что другие участники движения изменили скорость или направление движения в результате таких действий, чтобы предотвратить ДТП, вы можете обратиться в госавтоинспекцию по месту совершения этого правонарушения, значит, там у вас будет административное расследование, установят собственника этой автомашины, установят, кто сидел за рулем в тот момент, и он будет привлечен к ответственности. Единственное, здесь стоит оговориться, на сегодняшний день термин опасное вождение есть, это закреплено в правилах дорожного движения, то есть нарушение правил дорожного движения будет квалифицироваться, вот такая опасная езда, опасное вождение, но пока ответственности, то есть санкции за это пока нет, это будет принято в административном кодексе, здесь немного другая процедура, здесь будет изменен федеральный закон, то есть здесь более длительная процедура, и пока наказание за это нет. А то есть пока никаких штрафов, никаких... Пока за это нет наказания, пока, я подчеркиваю, пока, Я думаю, что вот до осени этот вопрос где-то будет решен. Ну, осенью будут. Максим Николаевич, а вот скажите, пожалуйста, вот, допустим, так называемые воспитатели, да, если им не нравится, допустим, как ты ведешь машину, они тебя обгоняют и резко притормаживают. А все мы знаем, если мы попадаем в какую-то машину, да, врезаемся, то, естественно, тот, кто въехал сзади, тот не прав. А вот как, допустим, доказать, что авария, да, вот это столкновение произошло по вине вот этого вот воспитателя так называемого? Или все равно ты будешь неправ, потому что ты въехал в него? Нет, здесь однозначно говорится о том, что если такое торможение осуществлено без необходимости, да, то есть не для исключения аварийной ситуации, а именно вот в таких, в кавычках, воспитательных целей, значит, здесь будут и показания свидетелей учитываться, то есть здесь надо заручаться свидетельской базой, и видеорегистратор, если у вас машина оборудована видеорегистратором, это, конечно, будет огромнейшее подспорье для таких вот конфликтных ситуаций. Как работает автоматизированная система фиксации нарушений в городе? Вот, допустим, мы знаем, что есть какие-то светофоры, да, которые там, допустим, работают и на красный свет, да, то есть они фиксируют те автомобили, которые на красный свет, там на стоп-лине или еще что-то. А вот, допустим, есть ли какие-то специализированные, которые вот непосредственно это будут фиксировать? Пока такого нету и в ближайшем времени не предвидится, то есть те нарушения, которые фиксируют именно системы автоматической фиксации, они фиксируют каждое нарушение в отдельности. Для примера, допустим, пересек тот или иной водитель линию разметки несколько раз вподряд. Система будет его фиксировать каждый раз как отдельно взятое нарушение. А вот за опасное вождение, да, когда это за короткий промежуток времени происходит неоднократно, это будет именно повышенная опасность, повышенная ответственность за такой вид нарушения. То есть даже если все эти нарушения сложить разовые, так скажем, да, все-таки опасное вождение будет гораздо больше, что будет лишение прав пока предлагается. Есть такие участки дороги, допустим, где еще не успели вот этот вот ямочный ремонт закончить, и машины, вот, ну как, вы не поверите, договорите, они вынуждены вот так вот ехать просто для того, чтобы... Это как раз спорная ситуация, да, ее можно будет разобрать как-то дополнительно? Ну, здесь ситуация будет, каждая индивидуальность здесь, что вызвано именно вот такое многократное перестроение, это действительно ямочность такая на участке дороги, и водитель вынужден просто перестраиваться, там все перестраиваются так, вынуждены так называемые шашки играть. А если я... не я принес видео, да, с нарушителем, а меня где-то зафиксировали и сказали, вот, человек нарушил, а у меня вдруг нет видеофиксатора, и я не могу доказать, что я вынужденно, да, совершал вот такие вот перестроения или какое-то опасное вождение, что в данном случае можно сделать? Это же спорная ситуация. Конечно, если вы вынуждены это совершили, вы вправе давать соответствующее объяснение, заявлять соответствующее ходатайство, если это вызвано состоянием уличной дорожной сети, по вашему ходатайству сотрудник, который будет проводить административное расследование, в том числе может выехать на место совершения, зафиксировать состояние уличной дорожной сети, опросить тех же свидетелей, какое было состояние уличной дорожной сети в тот момент, да, когда совершено, если после этого проведен ремонт. То есть здесь тоже опять будет все индивидуально рассматриваться. Спасибо вам большое. Приходите еще, так интересно рассказывайте. Напомним, у нас в студии был заместитель начальника управления ГИБДД по Челябинской области Максим Кулешов. Ну а прямо сейчас пришло время новостей.